Одно из услуг для остановки кислорода это складение артериального давления Ну вот, сегодня мы говорим, честно, с артериальным удовольствием Так... Замечаю щечную, потому что... Зачем я... Раз... Расплодаетесь... Так, образцовые рисунки, вот они Можно посмотреть, как справлялись с такими задачами Если хотите, я вам еще десятки положил Потому что ясно, что для вас некоторое количество биошкольников подобные задачи рисуют Их-кодицы Их-кодицы Так... Продолжение следует... Как видите, как ни странно, с рисуночной точки зрения, эта задача может вам показаться после того, что мы уже умение сделаем. Это очень простой. Нет. Здесь вы вправе схематизировать. Продолжение следует... 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 Ребята, в деталях прорисовывать голову вовсе не обязательно. Задача... Размер и формы, и положение... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сосуды, как по-твоему, они внутри внутренних органов или между органами валяются, насыпаны? Внутри. Внутри. Но между ними должна быть крупная? Разумеется, между сосудами, конечно, нет. Подсоединение всех органов не последовательно, а параллельно. Так, а те участки, по которым кровь подведена к сосудам, я специально оставил целыми. Если бы я их разрезал, эти участки, все, да, все поле было бы залит кровью. Просто. Внутри можно вот большую часть плосных органов. Кровь идет по брыжаичным артериям. Которые здесь, нет, вот спины. Остались целыми. Так. Вот теперь понятнее? Да. Вот что я сейчас освобождаю? Одна из пяти кишечника. Одна из пяти кишечника. А вот эта? Вторая. Вторая для кишечника. Вот это третий для кишечника. Вот теперь понятнее? Да. Спасибо большое. Вот они. Лежат петли кишечника. Я, коль ты-то зондом не очень понимаю куда, занятие не самое лучшее. Так. Вот это вот доля печени. Вот этот желчный пузырь. Вот это и эта кишечника. Если вы работаете в заливке, давайте подумаем сегодня, какие участки выделить заливкой разного тона. Ну, во-первых, поверхность самого тела оставляйте просто без заливки совсем. Просто блин. Теперь, надо, чтобы на рисунке отличался разрез вашего вскрытия от внутреннего комната. Да. Надо. Это значит разрез одним тонном. Теперь, внимание, посмотрите вот теперь на ваши разрезы, на то, что вы делали. Вы видите вертикальные полосочки, проходящие по этому разному. А что это за полоска? Только не. Препробуют выглядеть как точка. Ребят, помните про неомеры у ансетников? А перегородки между ними как называется? Меосет. То есть что это за такие линии? Меосет. Это, конечно, разделяющие сегменты тела. Так вот. Плоскость вскрытия одной заливочкой. Неосетко хорошо бы на ней, конечно, выделить. Ну, а дальше силу заливки для каждого там, для каждой выделенной вами детали, это уж самостоятельно. Какое такое там мясо есть? Да, вот это поля пищи, которую я пил в сторону. Ну, вот я... Все это тоже пищи? Да, да. Вот если ее положить на место, помнишь, она вот так лежала. И ты говорил, убери, и дай это, потому что очень ошел. Я просто пил в сторону. А, то есть так. Да, да. В самом начале еще в линии на рисунке говорил. Линия в берегу рисунки четкая. Вот такого безобразия. И после этого у тебя взрывочек станет совсем равномерным. Ну, еще одну, штрихи. Ну, можно и штрихи распунили. Понятно? Она долго-долго не идет, потом раз, и все-таки задел. Это качество. Да, здесь вот это что-то делает, ну, и это что-то, ничего не успевает. А что вот здесь находится на самом деле? Ну, вот это что за масло такая, зима вот желтая? Ну, конечно, они находятся. А ты все вот это не еще? Да, конечно. Вот это одна из петельки шкива, она как проходит на нынче. Вон там, он в кладочном пузырём, он из-за кладочного пузыря, и вот туда же. А вот, а все остальное, нет еще. Ну, можно вот так наметить, еще одну петлю кишечника, а вот здесь яичник. Где гонады здесь? Гонады где? Давайте смотрим. Ну, эту гонаду мы снесли. Здесь видим кусочек левой гонады. Сейчас я уберу петлю кишки, чтобы она не мешалась. Вот это розовое масло, видите? Однородная розовая масло. Вот это гонады. Вот это гонады. Вот, вот это гонады. Смотрите, сколько времени прошло, сердце вскрыто на воздухе, и все равно признаки сокращения есть. Воздух есть, тоже есть. Вот эта, как она работает. Тоже? Да. Ну вот эта система толка не уйдет. Ваши работы. Ну, вы поняли. Воздух работают. Воздух есть лучше. Резко взрослаясь, но продолжение расслабления. Двадцать минут. Нет, у нас двадцать лет. Очень долго ждать сокращения, две минуты. Вон, видите, у нас число. Число это сокращение. Ну, число вполне лучше. Так. Ну, самое последнее завершение. Сейчас, сейчас, мы до этого не делали. Составление меню. То есть, вот для этой работы как раз линейка вполне уместна. Проводите прямую линию указатель. В конце линии ставите цифру. И дальше столбиком, где, что. Название органов. Так. Очень частый случай. Вот человек долго-долго возился с работы. Много сил потратил. Работа получилась хорошая. А потом взял, написал в меню курицу лапы. Ну, а как будет восприниматься работа после этого? Отвратительно. Ай, ну, как раз в указателе только что же говорил. По три мучки. Если линейка нужна, да. Ну, если уже нарисовал, оставь так. Ну, и все подписи. Старайтесь писать ровно и красиво. Хотя, собственно, можно провести по карандашу. Вот так карандаш укладывается в качестве линейки и проводится прямая. Никаких проблем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, что-то, у вас совершенно завершенная работа. Смотрите. Пока у вас петли кишечника слишком сильно сливаются друг с другом. А у нас все-таки задача как раз обратить внимание зрителя на внутренний орган. Вот выделите более отчетно. Делали заливку равномерной и сразу у вас представление, впечатление от этого рисунка резко изменилось. Ясно, что к черту детали. Такие маленькие детали. Подумаешь? Махнуть налево, махнуть направо. Вот. И вся задача выполнена. Вот так. Теперь смотрим. Вот здесь у вас пока что просто мешанина линии. И где что, непонятно, у нас просто хридерис. Вот это у вас. Что должен остаться означать за эту фигуру? Это вода. Это вода. А что это такое? Печень. Ну, хорошо. Допустим, печень. А вот это? Вот эти родники. Вот эти. А это что? Вот интересно. Вы были на занятии вместе со всеми. А что перед вами, вы так не поняли. И что самое печальное, вы не спрашиваете об этом. Что у него там будет? Так? А ведь задача была как раз разобраться с внутренним устройством. С устройством твоей не разобрались. Это петли кишечника. Которые вы, кстати, изобразили не совсем верно. Но даже если вы так изобразили, они же должны быть отличимы от петли. Все-таки это разные органы. А делается это вот, как вдоль линия проводится полоса с темнением. И сразу становится понятно, что вот это один орган, а рядом с ним что-то другого лежит. Это никакая не тема. Это искусственный прием. Потому что делать изображение реально не очень сложно. Задача с реальными темнями. Понятно? Ну вот, пожалуйста, давайте отделите вот эти. Кстати, а вот это что за ужас такой? А, вот на смысле вы правы. Действительно стенка целома у вас. Так что здесь такие серты идут. Только направление длини, там, другое, ну, посмотрите. Что же вы фантазируете? Это все-таки биорисунок. Что это за линии? Что это сегментики такие? Ну, вот такие видны. Вот видите, мы разрезали миомеры. Это миосердных перегородочек. А здесь вот пошла линия, вот пошла, вот. Вдоль них еще ветки кровеносных сосудиков идут. Вот видите? Вот путь, вот путь. Вот так вот. Хорошо. Ну, а так, в принципе, все, заканчиваем. Так, вы знаете, наверное, не стоит делать заливочку для внешних органов. Пускай внешняя поверхность как раз отличается от зоны вскрытия. Нормально, нормально. Давайте меню вставляем. Убираем все светлые полосы, которые приближают. Вот, как. Нишеченько. Угу. И, унимикает. Вот так. И, в сечение времени, выделяем, как будет выглядеть, нечестно. Ну, смотри, впечатление от реснички меняется. Вот, да. Вот. Все, вы слышите, ребята. У вас уже совершенно очевидно, где что. Так, составляем это менюшки. Так, спасибо. Так. Продолжение следует...